Новости здесь в эфире. В студии Лидия Захарова. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о самых интересных событиях этого дня. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сутки без воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центральном районе Новосибирска. Сегодня ночью прорвало трубу недалеко от торгового центра «Аура». Улица военная из-за уклона превратилась в бурную реку. Уровень воды, по словам очевидцев, поднялся на 40 сантиметров. До утра проезд на этом участке пришлось перекрыть. Ликвидировать аварию полностью горводоканал обещает к 8 вечера. Вода в отключенных домах появится не позднее завтрашнего утра. Несмотря на то, что весь день сегодня на улице Орджоникизе стояли две автоцистерны, местные жители запасали воду впрок. Третий? Третий? Почему вам столько воды? Чтобы было. Вдруг не сделают воду, не подключат. Вот и все. Да, второй раз уже. Но мы просто работаем здесь, поэтому чайничек – это вся тара, что у нас есть. Почему горячий, холодный-то нет? Я понимаю, прорвало. Холодный, допустим. Почему нет горячий и холодный? Вопрос. Да, у нас в доме висит объявление. Воды не стало. Позвонили администратору, все узнали. Подпольный водочный цех в городе Обь обезвредили полицейские. Предприниматели поставляли поддельную водку известных брендов в отдаленные районы Новосибирской области и соседние регионы. В складском помещении оперативники обнаружили серьезную производственную линейку. Она позволяла разливать и упаковывать по 4000 бутылок в сутки. Название спиртного варьировалось в зависимости от пожеланий заказчика. Последнюю партию из 18 тысяч бутылок бизнесмены реализовать не успели. В ближайшее время специалисты исследуют качество напитков. Тем временем жители Омска устроили митинг у здания регионального следственного комитета. Люди требуют закрыть нелегальные точки продажи спиртного. По мнению Амичей, полиция не справляется с бутлегерами, которые открыто торгуют безакцизной водкой. Раздают рекламы о том, что привезут этот алкоголь домой. Телефоны раздают. То есть вот такая ситуация. Город спаивают в буквальном смысле этого слова. Продают водку даже детям маленьким. Подходят дети, покупают эту водку. Никто у них никаких паспортов не требует. Кому они там берут, сами пьют или кому-то наливают. Участники митинга рассказывают, полиция закрывает глаза на торговлю спиртным без лицензии. Хотя, по сути, закон позволяет лишь изъять у продавцов алкоголь и выписать штраф. Максимальная сумма – 2000 рублей. Издержки окупаются за час. Эксперты уверяют, единственный способ ликвидировать теневой алкогольный рынок – ужесточить наказание вплоть до лишения свободы. Новосибирские спасатели не дали замерзнуть четырем итальянкам на берегу Новосибирского водохранилища. Иностранные туристки так увлеклись селфи на фоне сибирской природы, что не заметили, как наступил вечер. Выбраться в город самостоятельно они не смогли. Были легко одеты. Находясь в городе, видимо, на коротких расстояниях по улице, это позволяло им быть. А оказавшись уже на природе, там, где ветер, погода немножко испортилась. Сначала холодать ближе к вечеру. Конечно, замерзли. Ну и пока ходили по коленам в снегу. Тоже позамерзали. Девушкам повезло. Блуждая по берегу, они наткнулись на стационарный спасательный пост. И каково же было их удивление, когда один из спасателей заговорил с ними по-итальянски. Туристок напоили горячим чаем, дали согреться, вызвали им такси. Обморожение удалось избежать. Итальянки заверили, что сибирского приключения они точно не забудут. Подразделения регионального МЧС перейдут на усиленный вариант несения службы в праздничные дни. Об этом сообщил начальник управления Виктор Орлов. Количество дежурных будет увеличено на треть. Это касается пожарных, полицейских, аварийно-спасательных формирований. Работать в усиленном режиме будут врачи и дорожные службы. Наибольшую проблему во время новогодних праздников представляют бытовые пожары. Горожан призывают соблюдать технику безопасности. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирске за минувшую неделю превышен почти на 22%. По данным научно-исследовательского института гриппа, это самый высокий показатель в Сибири. Следом идут Красноярск и Томск. Сейчас в городе на карантин закрыты 16 групп в детских садах. В школах начались каникулы. Это, по мнению медиков, поможет сдержать распространение вируса. В 2017 году изменятся требования к закупкам медикаментов государственными аптеками. Это неминуемо отразится на их ассортименте. Эксперты прогнозируют отток покупателей в крупные сети, которые не ограничены в работе с поставщиками законом о контрактных закупках. Кроме того, может измениться и стоимость лекарств. Дмитрий Куканус сравнил действующие цены в сибирских городах. В нашей традиционной выборке из четырех городов государственных аптек нет только в Кемерове. Впрочем, это почти никак не сказывается на ценниках в местных сетях. Проведем сравнение по четырем позициям. Спасатель – один из лидеров продаж. Дороже всего борьба с последствиями обморожения или аллергии на холод обойдется новосибирцам. А вот у Томичей значительная экономия. Дешевле более чем на 30% за этот сезонный препарат. Следующий в нашем списке – популярный спазмолитик. Разбег цен на него не такой, как на спасатель. Чуть более 13% между самым дорогим и самым дешевым. Кстати, именно на примере Ношпы можно объяснить, как изменится ассортимент госаптек в следующем году. Ношпы – это дротаверин, тот же самый, допустим. Но это уже торговое номинование. Самый известный пример. Так вот, я не имею права теперь закупка. Не буду иметь написать, что мне нужно Ношпу в такой-то упаковке, такого-то производителя, как хочет мой потребитель. Я могу написать такой дротаверин. И мне привезут дротаверин. Говоря о ценах на лекарства, нельзя обойтись без так называемой кардиогруппы. Тоже очень востребованный в любых аптеках. Самую низкую цену удалось установить Омской сети государственных аптек. Уже не первый год она ниже рыночной на 15%. Не без поддержки областного правительства. Достигается двумя путями. Или мы договоримся, чаще всего, с производителями о том, что мы закупаем большой объем исходно, то есть по предоплате на 3 месяца вперед, получая за счет этого большую скидку. И второй, или просто снижаем маржинальность на этих позициях. Закончим еще одним зимним хитом продаж. Самые доступные жаропонижающие в Кемерове и Омске. Впрочем, траты даже на самый дорогой парацетамол в нашей выборке нельзя назвать заоблачными. Всего 7,5 рублей. Заключенные некоторых новосибирских колоний и следственных изоляторов получили возможность общаться с родными и близкими с помощью электронной почты. Теперь письма с воли не нужно ждать неделями. Правда, поскольку учреждения режимные, процесс выглядит не совсем привычно. Как работает эта система, расскажет Кирилл Полиенко. Заключение в колонии – это не только лишение свободы, это еще и ограничение в общении. Вот теперь, благодаря современным технологиям, сюда, за колючую проволоку, могут приходить электронные письма. Павел Исаков в зоне уже два года. Здесь впервые со времен службы в армии стал писать письма домой. В этот раз корреспонденция пришла без конверта. Ну вот, здравствуй, брат, поздравляю тебя с твоим наступающим днем рождения, с твоим десятилетием. Юбилей в колонии – не самый веселый праздник, но для осужденного важны даже несколько строк. Здесь всегда ждешь, с той стороны забора, всегда ждешь, ну, какой-то весточки, любое приятное. Любое внимание от родных, от знакомых – это все очень много помогает. Если даже негативные, есть какие-то там письма. И то, мне кажется, это все равно, что-то тебя помнят и ждут. Электронная переписка с колонией отличается от привычного общения свободных людей. Заключенным не позволяют пользоваться компьютером, поэтому они не могут первыми отправить имейл на любой адрес, а только ответить человеку, который заранее оплатил доставку корреспонденции. Пишут на специальном бланке, затем текст проверяет цензор. Если нет запрещенной информации, его сканируют и отправляют адресату. В отличие от обычной почты, доставка происходит гораздо быстрее и нет риска, что конверт затеряется в пути. Допустим, сегодня приходит письмо, мы его отдаем. Сегодня же, допустим, осужденный пишет ответ, мы его отправляем. И, допустим, на следующий день этому осужденному приходят еще, допустим, письма. Сотрудники колонии давно заметили, если заключенному никто не пишет, работать с ним сложнее и больше вероятность когда-нибудь встретиться с ним еще раз. Человек замыкается в себе, приобщается к тюремной субкультуре, обозляется на общество. И по выходу из мест решения свободы он становится на тюремную, как говорится, дорожку. Продолжает красть, грабить, насиловать и так далее. Сразу по лицу видно человека, когда он ждет письмо и когда он его получает. Блеск в глазах, надежда на что-то. Правозащитники тоже поддерживают техническое нововведение и сожалеют, что сейчас электронная почта доступна далеко не всем заключенным в стране. На территории Новосибирской области она есть в шести из шестнадцати исправительных учреждений. У нас Конституция предусматривает именно изоляцию от общества. Но они не должны быть лишены своих основных гражданских и человеческих прав. Поэтому изоляция этого уже есть то наказание, которое они понесли перед обществом. Общественники надеются, что электронная почта – лишь первая ласточка технического прогресса в колониях. И когда-нибудь у заключенных будет даже доступ в интернет. Естественно, тоже ограниченный, под пристальным контролем. Но без этого даже об изменениях в законах заключенные узнают с опозданием. Кирилл Полиенко, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. 29 новых машин выдали людям, получившим производственные травмы и пострадавшим в результате несчастного случая. Автомобили им положены по программе реабилитации. Каждые семь лет инвалид имеет право на новую машину. Расходы берет на себя фонд социального страхования. Человек тем самым восстанавливается после травмы, активно входит в жизнь, снова входит в жизнь. Это позволяет, чтобы они чувствовали себя активными, полноценными гражданами нашего общества. Поэтому это не только автомобиль, это их лучик в жизни, глоток воздуха, что называется. Самому молодому из тех, кто получает сегодня ключи, 28 лет, самому старому – 82. Сядут за руль две женщины. Восемь человек своим правом на личный транспорт воспользовались впервые. Эти машины – обычная «Лада Гранта», но с адаптированной для каждого системой управления. Многие пострадавшие, несмотря на травмы и недуги, продолжают работать и вести активную жизнь. Мэрия Томска предложила местным коммунистам взять в аренду памятники Ленину, установленные на территории города. Так власти отреагировали на просьбу регионального отделения партии «Коммунисты России» привести в порядок ветшающие монументы. Это и муниципальные имущества. Муниципальные имущества можно передать в соответствии с законом. Я думаю, что мы с удовольствием можем передать даже безвозмездно любой организации общественной, которая готова содержать и отвечать за его содержание. Чиновники объясняют, муниципалитету принадлежит более половины томских памятников. Денег на их содержание в бюджете не хватает. До сих пор никто взять монумент в аренду не пытался. Скорее всего, потому что томича такой возможности попросту не знают, считает известный скульптор Леонтиусов. Есть жители, которые так ради, что смешно, вот я взял и приватизировал аренду, и хвастаются с друзьями, и ходят они. Потом говорят, если очень митец, я куплю, сколько можно же, да? Это смешно, это забавно, это, мне кажется, несколько даже так разнообразит нашу жизнь, и это не обидно и не вредно, правда? Ну как, арендовал и следи за ним. Мастер готов и сам взять несколько томских скульптур в аренду. Его выбор пал на работы коллеги и друга Олега Кислицкого. Памятники ребенок в капусте, домашним тапочкам и лягушке-путешественнице. Если же появится желающий арендовать скульптуры самого Леонтиусова, автор будет только рад. И, к примеру, охотно передаст в пользование памятник Чехову на набережной Томи. И в завершении выпуска о погоде на завтра в городах Сибири. В Томске, где коммунальщики усилят работу по вывозу мусора в праздничные дни, минус 10 градусов. В Кемерове, где выбрали предприятие с лучшим новогодним оформлением, минус 10. В Омске, где построили снежный Кремль, минус 8. В Новосибирске, где метрополитен получил лицензию на сборку вагонов метро, небольшой снег, минус 9 градусов. Таковы наиболее интересные события этого дня. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту. Все контакты на экране. Смотрите новости здесь каждый будний день. До свидания.